Визит министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной в Ингушетию носит не сколько деловой, сколько дружественный характер. Здесь, в центре занятости населения Назрановского района, сегодня открывается точка присутствия службы занятости, где будет применяться индивидуальный подход с целью регулирования ситуации на рынке труда. Это новый стандарт, который определяет способы и формы взаимодействия специалиста с работодателем и соискателем. Летом этого года мы заключили соглашение с вашим министерством труда по взаимодействию в рамках предоставления вакансий для ваших земляков. У нас более 50 тысяч вакансий на 4-5 тысяч безработных, поэтому у нас работы очень много, работы разные. Мы предлагаем различные варианты трудоустройства, как вахтовым методом, с проживанием, постоянное место работы. На крупнейших заводах и предприятиях Самарской области, в том числе и на автовазе, ваши земляки у нас работают, очень хорошо работают. Зарплата, средняя зарплата по вакансиям у нас составляет 50 тысяч рублей, совершенно разные вакансии мы предлагаем и с опытом работы, без опыта работы, с обучением, без обучения. То есть для каждого человека у нас есть своя траектория трудоустройства. При этом в рамках соглашения каждому соискателю предоставляется адресное сопровождение для того, чтобы решился вопрос не только с трудоустройством, но и с местом жительства. Самарская область предлагает соискателям Ингушетии и другие меры поддержки. Тем, кому до 35 лет, мы предоставляем 200 тысяч для того, чтобы либо нашли себе квартиру, либо оплачивать общежитие и так далее. То есть сразу же мы это в течение года, вот эти 200 тысяч мы человеку выплачиваем. У нас есть меры поддержки молодым специалистам. То есть мы стараемся для того, чтобы все, кто к нам приезжают, нашли себя. При этом у нас работают люди со всей России и мы готовы даже заключать соглашение о целевом обучении студентов для того, чтобы они впоследствии у нас работали, отрабатывали. Статистические данные органов службы занятости населения Ингушетии свидетельствуют, что соглашение между регионами, а именно модернизация работы по оказанию услуг клиентам службы занятости, как нельзя кстати. В регионе более 24 тысяч человек ищут работу. Количество вакансий, заявленных на конец отчетного периода, всего 250. То есть на одно рабочее место приходится 90 граждан. То есть это новый стандарт взаимодействия, это новый стандарт оказания максимально качественных услуг в сфере занятости населения. Конечно нам это все интересно и мы с удовольствием сегодня предоставили площадку для того, чтобы максимально взаимодействовать с трудо-недостаточным регионам, в частности Самарской области. Внедрение стандарта организации деятельности службы занятости почувствуют и сотрудники. В рамках модернизации предусматривается повышение заработной платы в отрасли и по региону. Меняется структура организации, вводится система обучения персонала, появится возможность контроля и оценки качества оказания услуг. Напомним, в январе 2023 года в 17 субъектах России стартовал проект по комплексной модернизации всей сети центров. Все точки присутствия будут работать в соответствии с новым стандартом. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24